Беседа 26. Сих 5. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 292. Прокаженный приступил к Иисусу по сошествию его с горы, а этот сотник по вшествию его в Капернаум. Почему же ни тот, ни другой не зашли на гору? Не по нерадению, так как оба имели пламенную веру, но чтобы не прервать его учения, сотник, приступившись, сказал, отрок мой лежит в доме, расслабленный. Некоторые говорят, что он в оправдании свое представил причину, почему не привел и его самого. Невозможно было, говорит, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании. А что отрок находился при последнем издыхании, об этом свидетельствует Лука и был близок при смерти. Но, по моему мнению, это означает великую веру сотника, и гораздо большую, нежели какую имели светившие, расслабленного сквозь кровлю. Так как он ясно знал, что довольный одного повеления, чтобы восстал лежащий, тот почел за излишне приводить его. Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей. А здесь сам предупреждает желание сотника и обещается не только исцелить, но и прийти в его дом. А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника. Если бы он не обещал этого, сказал только, «Иди, да исцелеет отрок твой», тогда бы им совершенно не знали и мы об его добродетели. То же самое, хотя противоположным образом, сделал он и женой и финикийской. Здесь без приглашения добровольно сам обещает прийти в дом, чтобы ты познал веру сотника и великое смирение. Финикийанке же отказывает в даре, и ожидание ее как бы не подает надежды. Как опытный и проницательный врач, он умеет из противного производить противное. Так здесь веру сотника открывает через добровольно обещанное пришествие, а там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ. Так поступил он с Авраамом, сказав, «Не утаю от раба моего Авраама, чтобы ты познал его любовь и попечение о садамлянах». Так и посланные к Лоту отказываются взойти к нему, чтобы ты познал великость и страннолюбие этого праведника. Итак, что же говорит сотник? «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь, мой, но скажи только слово и выздоровей, слуга мой». Послушаем это мы, намеревающиеся принять хреста, ведь и ныне можно его принимать. Послушаем и поревнуем, и примем с таким же тщанием. В самом деле, когда ты принял бедного, алчущего и нагого, то принял и напитал его самого. Но только скажи слово, «Исцелеет сын мой, исцелеет слуга мой». Смотри, как и сотник, подобно прокаженному, имеет надлежащее понятие о Христе. И он не сказал «призови Бога», не сказал «помолись и умилостиви его», но только «повели». Потом опасаясь, чтобы он по смирению не отказался, говорит, «ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». Что ж из того скажет кто-нибудь, если сотник так думал? Дело в том ведь, одобрил ли и подтвердил ли это Христос? Хорошо и весьма благоразумно ты говоришь. Итак, на это-то и посмотрим, и мы найдем здесь то же, что случилось с прокаженным. Прокаженный сказал «если хочешь». И мы удостоверяемся во власти Спасителя не только через прокаженного, но и через глаз самого Христа, потому что он не только не отверг такого мнения, но еще более подтвердил его, когда для утверждения его присовокупил, излишнее слово сказав «хочу очистись». Равно и здесь надо бы посмотреть, не произошло ли чего-либо подобного. И действительно, найдем, что и здесь случилось то же самое. В самом деле, когда сотник сказал такие слова и засредительствовал о такой власти Спасителя, тогда он не только не осудил его, но и одобрил, и даже более, нежели одобрил. Евангелист не сказал, что Спаситель похвалил только слова сотника, но показывая важность похвалы, говорит, что он даже удивился. И не только удивился, но и в присутствии всего народа представил его другим в пример для подражания. Видишь ли, как каждый из засвидетельствовавших о его власти восхваляется, и удивился народ его учению. Поскольку он учил как власть имеющий, и Христос не только не обвинил их, но еще сошел с ними с горы, и через очищение прокаженного утвердил их мнение. Опять прокаженный сказал, если хочешь, то можешь меня очистить. И Христос не только не обличил, но врачу я его так, как он сказал, очистил его. Та же сотник говорит, только скажи слово, и исцелеет отрок мой. И Иисус удивляет ему, сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. 293. Тоже можешь ты познать и из противного. Марфа за то, что не сказала ничего такого, но противное. И если попросишь Бога, даст тебе, не только не похвалена, хотя и знала ее, Христос и любил, и знал ее, и хотя она весьма пеклась о нем, но даже была им обличена и вразумлена, потому что неблагоразумно сказала, не сказал ли я тебе, так говорил ей Христос, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, обвиняя так ее, как еще не уверовавшую. И опять, когда она сказала, если чего попросишь у Бога, даст тебе, спаситель отклоняя ее от такой мысли и научаясь, что он не имеет нужды заимствовать что-либо от другого, но сам есть источник благ, говорит, я есть им воскресение и жизнь, то есть я не ожидаю получения силы, но сам собой все совершаю, потому-то он и удивляется сотнику, предпочитает его всему народу, удостаивает дара царствия и прочих побуждает к соревнованиям ему, а чтобы ты знал, что он для того сказал это, чтобы и других научить подобной вере, послушай, с какой точности евангелист указал на это. Иисус сказал, и в Израиле не нашел я такой веры. Итак, высокая мысль о нем наиболее всего служит залогом веры, царствия и прочих благ. Христос не только на словах похвалил сотника, но за веру его возвратил ему больного здоровым и сплетает ему светлый венец и обещает великие дары, говоря, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в царстве небесном. Сыны царствия извергнутся вон во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. После того, как Спаситель совершил многие чудеса, он беседует с народом, с большей уже свободой, потому потом, чтобы кто не почел его слова залезть, но чтобы все знали, что сотник точно такого было расположения, и говорит, и как ты веровал, да будет тебе, и вызвал слуга его в тот час. И дело, свидетельствующее о таком расположении его, в тот час последовало. То же случилось и с сиро-финикиянкой, так как и ей Спаситель сказал, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему!» И исцелела дочь ее. Так как Лука в повествовании о данном чуде со слугой сотника включает много другого, что, по-видимому, показывает разногласия, то нужно и это изъяснить вам. Итак, что говорит Лука? Сотник послал к нему и иудейцев, моля его прийти. Матвейша говорит, что он сам пришел. Говорит, я недостоин. Некоторые говорят, что это разные лица, хотя они много имеют сходного. О том, говорится, и сонмище великое, и народ он любит. То есть он нам построил синагогу. А об этом сам Иисус говорит, но в Израиле я не нашел такой веры. О том не сказано. Многие придут от Востока, откуда вероятно, что он был иудей. Что же сказать нам на это? То, что такое решение легко. Спрашивается только, истинно ли оно. Но я думаю, что это одно и то же лицо. Но отчего же скажет кто-нибудь? По свидетельству Матвей он сказал, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. По свидетельству же Луки послал за Христом, чтобы он пришел. Мне кажется, что Лука указывает нам на лесть иудейскую и на то, что люди в несчастье, будучи непостоянно часто, переменяют намерение. Весьма вероятно, что когда сотни хотел идти, иудеи воспрепятствовали льстя ему, и говоря, мы сходим и приведем его. Смотри, и самая просьба их исполнена лести. Ибо любят, говорит он, народ наш, и построил синагогу, и не зная даже, за что нужно похвалить этого мужа. Им надлежало бы сказать, что он сам хотел прийти и попросить, а мы воспрепятствовали, зная его несчастье, и видя лежащее в доме тело. И таким образом надлежало бы представить величие его веры. Но об этом они не говорят. По зависти они не хотели обнаружить веру этого мужа, но чтобы призывающего не пошли за какого-нибудь великого человека, они решились лучше помрачить добродетель того, за которого пришли просить, нежели обнаружив его веру, исполнить то, зачем пришли. Зависть легко может ослепить ум, но ведущий тайны прославил его против их воли. А что это так? Послушай, как сам Лука опять изъясняет это, говорит. И когда он был еще далеко, то он послал слугу, говоря, Господи, не входи ко мне, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь в дом моего. Как скоро он освободился от докучливости иудеев, то посылает сказать, «Не подумай, что я не пришел по лености, но потому что почел себя недостойным принять тебя в дом». 295. Если же Матфей повествует, что сотник сказал это не через друзей, но сам лично, то это не показывает никакого противоречия. Дело в том, оба евангелиста показали благорасположенность этого мужа и то, что он имел достойное мнение о Христе. Вероятно, что и сам он, после того, как послал друзей, пришел и сказал тоже. Если же Лука не упомянул об этом, а Матфей не упомянул о том, то произошло это не от их разногласий, но более от того, что один восполнял то, что другой опускал. Смотри, как Лука обнаружил его веру и с другой стороны сказав, «Близко, при смерти, слуга». Это не повергло сотника в отчаяние, не лишило надежды, но он и в этом случае надеялся, что отрок его останется в живых. Если же, по словам Матфея, Христос сказал, и в Израиле не нашел и такой веры, и тем показал, что он не был израильтянином, а Лука повествует, что он построил синагогу, то и здесь нет противоречия, поскольку можно было, и не будучи иудеем, построить синагогу и любить народ иудейский. Но ты не просто исследуешь слова сотника, а прими во внимание еще его положение, как египетского начальника, и тогда увидишь добродетель этого мужа. В самом деле, начальствующее бывает весьма надменно и не унижается в самых несчастьях. Так упоминаемый у Иоанна царь дворец влечет Иисуса в дом и говорит, «Войди, отрок мой при смерти» Иоанна 4,49. Напротив, сотник не так поступил, но гораздо лучше, нежели и этот царь дворец, и те, которые спустили одр сквозь кровлю. Он не домогается телесного присутствия и не принес страждущего ко врачу, а это и показывает, что сотник не низко об нем думал, но имел благоприличное мнение, когда говорил, «Только скажи слово!» И не сначала говорит, «Скажи слово», но сперва рассказывает только о болезни, так как по великому смиренному мудрю и не ожидал, чтобы Христос тотчас его послушал и пошел к нему в дом. Вот почему, когда услышал уже слова его, «Я приду и исцелю его», тогда говорит, «Скажи только слово!» И болезнь не смущала его, но он и в несчастье любомудрствует, имея в виду не столько здоровье отрока, сколько то, что не показать в действиях с их чего-либо неблагоговейного. Хотя он и не настаивал, но Христос обещал. А он и при этом опасался, чтобы каким-либо образом не выйти из пределов собственного достоинства и не обременить себя каким-либо тяжким поступком. Видишь ли его благоразумие? Посмотри на безумие иудеев, которые говорят, «Он достоин, чтобы ты оказал ему милость. Надлежало бы прибегнуть к человеколюбию Иисусову, а они выставляют достоинство человека, сами не зная, с какой стороны должно выставить его». Напротив, сотник иначе поступил. Он сознавал себя весьма недостойным, не только благодеяние, но и того, чтобы принять Господа в дом. «Потому ты и сказал, отрок мой при смерти, не прибавил, скажи, опасаясь сделаться недостойным принятия дара, но рассказал только о своем несчастье. Когда же увидел милосердие Христово, то и в этом случае не настаивал, но соблюл приличную себе меру». А если бы кто спросил, для чего Христос взаимно не почтил его? Мы ответили бы, что он, напротив, много почтил его, во-первых, тем, что изъявил согласие, как видно это, собственно, из того, что не пошел в дом, а во-вторых, тем, что ввел его в царство и провел всему народу иудейскому, предпочел. За то, что он признал себя недостойным, даже принять Хреста в дом, удостоился получить царство и благо, которыми наслаждается Авраам. «Почему же, скажет кто-либо прокаженный, показавший больше того, не был похвален? Он не сказал, скажи только слово, но что гораздо более пожелай только». Как-то пророк говорил об отце, «все, что хочешь, сотвори». Но и прокаженный был похвален. Когда Спаситель сказал, «принеси дар, как повелел Моисей, воссвидетельство им», то этими словами выразил не иное что, как то, что «ты обвинишь их, потому что ты уверовал». С другой стороны, не все равно было уверовать иудею и тем, кто вне народа иудейского, «а что сотник не был иудеем, это видно как из того, что он сотник, так и из сказанного о нем, и в Израиле не нашел я такой веры». 297. Подлинно. Весьма много значило, что человек не из числа иудеев имел столь высокую мысль о Христе. Мне кажется, он имел представление о воинствах небесных или о том, что болезни, смерти, все прочее, также подчинены Христу, как ему самому воины. Потому он и говорил, «Ибо я человек подвластный». То есть ты – Бог, я человек. Я под властью, ты же не под властью. Итак, если я, будучи человеком, и находясь под властью, столько могу, то гораздо более можешь ты, будучи Богом, и находясь под властью. С особенной силой он хочет убедить его в том, что он представляет это не как пример сходный, но как несравненно высший. Если я, – говорит он, – будучи равен, подчиненным, и находясь под властью, при малом преимуществе начальство имеет такую силу, что никто мне не противоречит, но что я приказываю, то и делают. Хотя бы и различные были приказания, одному говорю, «Приди, иди, иди», другому «Уйди, и уходи», то гораздо большую силу имеешь ты. Некоторые же читают это место и таким образом. Если и я, человек, отделив эти слова знаком, присоединяюсь под властью, имеющей у себя воинов, но ты обрати внимание на то, как ясно показал он, что Христос может управлять смертью, как рабом, и повелевать, как владыка. Когда он говорит, «Иди, иди, 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 иди», то выражает этими словами такую мысль, «Если повелишь смерти не приходить к нему, она не придет». Видишь ли, какую он имел веру? Он уже ясно открыл то, что впоследствии всем должно было открыться, то есть, что Христос имеет власть над смертью и жизнью и может не заводить во врата ада и возводить. И не только упомянул о воинах, но и о рабах, что служит знаком большого послушания. Но несмотря на то, что он имел столь великую веру, он почитал себя еще недостойным, Христос же, показав, что он достоин того, чтобы прийти в дом его, сделал гораздо более. Когда удивлялся, ему хвалил его и даровал ему более, нежели сколько он просил. Он пришел искать телесного здоровья отроку, а возвратился, получив царствие. Видишь ли, исполнение сказанного, ищите царство небесного, и все сие приложится вам. Как скоро сотник явил великую веру и смирение, Христос даровал ему небо, и сверх того возвратил здоровье его отроку. И не этим только почтил его, но и за свидетельствованием, что он вводится в царстве, и какие люди из него изгоняются. Отсюда Христос для всех уже делает известным то, что спасение от веры, а не от дел закона. Потому дар этот предложен будет не только иудеям, но и язычникам, и последним более, нежели первым. Не подумайте, говорит, что так случилось только с сотникам. То же будет и со всей вселенной. Здесь пророчески говорил он о язычниках, и им подает благую надежду. Между следовавшими за ним были и жители Галилеи языческой. Говорил же он это для того, чтобы не оставить язычников в отчаянии, и смирить гордость иудеев. Но чтобы своими словами не оскорбить слушателей и не подать никакого им повода к сопротивлению, для этого Христос входит речь по язычниках. Не в самом начале, а когда в случае к тому подал сотник. И не прямо выражает имя язычников, не сказал многие из язычников, но многие от Востока и Запада, что значит язычников. А таким образом не оскорбил слушателей, поскольку сказанное было прикрыто. И не этим только смягчает кажущаяся новость учения, но и тем, что вместо царствия упомянул о Лоне Авраамовом. И это имя для них было неизвестно. Между тем, напоминание об Аврааме сильнее угрызало их. Потому Иоанн сначала ничего не сказал о Гиене, но что особенно их оскорбляло, говорил, «И не думайте говорить, что дети вы Авраамовы». Вместе с тем, Христос имеет в виду и другое, именно, чтобы не показаться противоречащим древним уставам. Действительно, кто удивляется патриархам и недра их называет наследием добрых, тот совершенно уничтожает такое подозрение. Итак, никто не должен думать, что здесь одна только угроза. Иудеям возвещается сугубое наказание, язычникам сугубая радость. Первым, потому что они не только отпали, но и отпали от своего. А последним, потому что они не только получили, но и получили то, чего не ожидали. К этому присоединяется третье, то, что последнее получили, принадлежащее первым. Сынами же царствие спаситель называет тех, кому было уготовано царствие. Это особенно сильно уязвляло иудеев, когда показав, что по обетованию они пребывают в недрах Авраама, след за тем тот же же исключает их. Далее, так как это изречение было приговором, то Христос утверждает его знамением, как равное знамение подтверждает предсказанием впоследствии исполнившимся. 299. Итак, кто не верит исцелению отрока, тогда бывшему, тот пусть верит в него на основании предсказания ныне исполнившегося. В самом деле, предсказание прежде события для всех объяснилось знамением, тогда бывшим. Потому-то спаситель прежде изрек пророчество, а потом исцелил расслабленного, чтобы будущее подтвердилось настоящим, и меньшее – большим. Что добродетели наслаждаются благами, и злые претерпевают несчастье, это не заключает в себе никакой несообразности, но согласно и с разумом, и с силой законов. А укрепление расслабленного и воскрешение мертвого превыше естественных сил. И однако, к этому великому и чудному делу немало содействовал сотник, что и Христос, показывая, сказал «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Видишь ли, как исцеление отрока обнаружило и силу Христову, и веру сотника, и утвердило будущее. Или лучше все это возвещало силу Христову, потому что он не только исцелил тело отрока, но посредством чудес привлек и душу сотника к вере. Но ты взирай не на то только, что один уверовал, а другой исцелился, но и подиви скорости, которую показывает Евангелист и говорит «Исцелел отрок сей в тот час», как и о прокаженном сказал, что он тотчас очистился. Христос являет силу не только через исцеление, но и через то, что производило его нежданно и мгновенно. И не этим только приносил он пользу, но и тем, что во время совершения чудес часто предлагал учения о царстве, и всех привлекал к нему. Даже и тем, которым он угрожал извержением, угрожал не для того, чтобы извергнуть, но чтобы устрашив словами привлечь к царствию. Если же отсюда иудеи не получали никакой пользы, то во всем виновны сами они и все, страждущие их болезни неверия. Всякому известно, что тоже случилось не только с иудеями, но и с уверовавшими. Иуда был сыном царствия и вместе с прочими учениками слышал «Сядете на двенадцати престолов», однако взялся сыном Гиенны. И теоплянин же, будучи варваром и одним из тех, которые пришли от Востока и Запада, удостоился венцов вместе с Авраамом, Исааком и Яковом. Что же и ныне между нами происходит? Многие, говорит Господь, будут первые последними и последние первыми. Это сказал он для того, чтобы как последние не предавались беспечности, как не имеющие сил возвратиться, так и первые не надеялись бы на себя, как твердо стоящие. О том же предвещал раньше Иоанн, говоря, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Так как этому надлежало совершиться, то заранее и предвозвещается, для того, чтобы никто не смутился странностей вещи. Но Иоанн, как предсеча, говорит о том, как о возможном. А Христос, как о несомненно имеющем быть, и доказывает это делами. Итак, если стоим, не будем надеяться на себя, но будем говорить себе, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. А если лежим, то не будем отчаиваться, но будем говорить себе, если падает человек, то неужели не может встать? Иеремии 84. Действительно, многие, достигнув до самой высоты неба, показав всякое терпение, живя в пустынях, и не видав женщины даже во сне, но несколько вознеродев приткнулись и дошли до самой бездны зла. Другие, напротив, из этой бездны возвысились к небу и от позорища, и от места пляски обратились к жизни ангельской, и столь великую явили добродетель, что изгоняли демонов и совершали много других подобных знамений. Такими событиями исполнено Писание, такими примерами исполнена наша жизнь. Любострастные и изнеженные заграждают уста манихеев, которые злобу почитают неизменную, которые служат дьяволу, расслабляют руки желающих упражняться в добре и не извращают все уставы жизни. Те, которые внушают такие убеждения, не только причиняют вред в будущем, но и здесь, по возможности, все не извращают. Как кто-либо из порочных будет стараться добродетели, когда он возвращение к добродетели и изменение на лучшее почитает невозможным? Как? Если и теперь, когда и законы существуют, и наказания угрожают, когда многих возбуждает слава, когда ожидается гиенна и обещается царствие, когда злые осуждаются, а добрые восхваляются, если и теперь некоторые едва решаются на подвиги добродетели, то по уничтожении всего этого кто воспрепятствует всеобщему расплению и гибели? Итак, познав коварство дьявольское и то, что как указанные люди, так и те, которые силятся утвердить учение о судьбе, мыслят противно языческим законодателям и божественным изречениям и естественному разуму и общему мнению всех людей и варварам, и скифам, и фракиянам, и всем вообще. Будем, возлюбленные, бодрствовать и оставив всех этих противников истины, будем шествовать тесным путем, с упованием и страхом, со страхом по причине стремнин отовсюду предстоящих, с упованием же, потому что Иисус предходит пред нами. Пойдем с трезвостью и бодрствованием. Если кто, хотя несколько, задремлет, тотчас не зринется. Мы не осмотрительнее Давиды, который, несколько вознеродев, не извернулся в самую бездну греха. Впрочем, он и восстал скоро, взирая поэтому не на то только, что он согрешил, но и на то, что он очистил свой грех. Для того написана история его падения, чтобы ты не на падение его взирал, но удивлялся его восстанию, чтобы ты знал, как после падения должно тебе восставать. Как врачи, выбирая самые трудные болезни, описывают их в книгах и научают других способов врачевания, чтобы последние, узнав труднейшие болезни, удобнее могли преодолевать слабейшие. Так точно и Бог сделал явными самые великие грехи для того, чтобы те, которые впадают в малые грехи, могли через то удобно исправлять их. В самом деле, если могли быть очищены большие грехи, то тем более меньшие. Итак, рассмотрим, как тот блаженный муж изнемог и как он восстал в скором времени. Какой же был образ изнеможения? Он учинил прелюбодеяние и убийство. Я не стыжусь громогласно возвещать об этом. Если Дух Святой не почел постыдным изложить всю эту историю, то тем более нам не должно скрывать ее. Поэтому я не только возвещаю об этом, но нечто и еще присоединяю. Те, которые скрывают падение Давида, весьма помрачают добродетель этого мужа. И как умалчивающий о сражении его с Голиафом лишает его немалых венцов, так точно поступают и те, кто оставляет без внимания настоящее повествование. Может быть, мои слова кажутся странными, но подождите немного, и вы узнаете, что это сказано нами справедливо. Я для того увеличиваю грех и представляю дело в более странном виде, чтобы в большем обилии приготовить врачевство. Итак, что же мне присоединить? Добродетель мужа. Это увеличивает и вину его, не одинаково, ведь осуждается. Все во всех. Сильное, говорит Писание, боли будут истязаны. Премудрость 6.7. И знавший волю господина своего, не исполняющий бит будет много. Следовательно, большее ведение служит причиной большего наказания. Поэтому иерей, впадающий в одинаковые грехи с подчиненными себе, не одинаковым с ними подвергается наказанием, но гораздо тягчайшим. Может быть, вы, видя, что вина возрастает трепещет, не устрашаетесь и удивляетесь мне, как будто бы я хожу по стремнинам. Но я столько уверен в праведнике, что простираюсь еще далее. Чем более увеличу вину, тем более в состоянии буду восхвалять Давида. Но можно ли, спросит, сказать что-либо более этого? Можно. Именно, как Каину чинил не только убийство, но и худшее многих убийств, поскольку он убил не чужого, но брата и брата не обидевшего, но обиженного, не после многих убийств, но первый изобрел таковое злодеяние. Так и здесь. Преступление состояло не в одном только убийстве, потому что непростой человек учинил его. Но пророк убил не обидевшего, но обиженного, поскольку этот последний был уже обижен в то время, когда была похищена жена. И таким образом, к этому преступлению Давид присоединил еще новое. Видите ли, как я не пощадил праведника и как без всякого послабления рассказал его проступки. Несмотря, однако ж, на это, я так надеюсь защитить его, что, невзирая на столь великую тяжесть греха, желал бы, чтобы здесь находились как манихеи, весьма издевающиеся над ним, так и зараженные учением Маркиона, чтобы мне совершенно заградить их уста. Они говорят, что Давид учинил убийство и пролюбодеяния. А я не только тоже говорю, но и доказал, что убийство было двойное, как потому, что убит был обиженный, так и потому, что высоко было достоинство согрешившего. 302. Не одно и то же значит, когда отваживается на такие преступления человек, удостоившийся духа, столько облагодетельствованный, имеющий великое дерзновение, притом в таком возрасте, и когда то же самое делает тот, кто лишен всего этого. И при всем том, доблестный этот муж достоин величайшего удивления, потому именно, что он не спадше в самую глубину зла, не упал духом, не отчаялся и не остался ни в слежащем, получив от дьявола столь опасную рану, но скоро даже тотчас и с великой силой нанес ему более опасную рану, нежели какую получил. Случилось то же самое, как если бы во время сражения и в строю какой-либо варвар вонзил копье в сердце мужественного воина или оставив в груди его стрелу, присоединил к прежней другую опаснейшую рану, а получивший эти тяжкие раны, весь, обливаясь потоком крови, проворно встал бы и, пустив копье в своего врага, тотчас бы поверг его замертво на землю. Так точно и здесь. Чем больше представишь рану, тем более удивительную покажешь душу уязвленного, поскольку он, несмотря на эту тяжкую рану, имел силу встать среди строя и повергнуть того, кем был поражен, как это важно, особенно зная те, которые впадают в тяжкие грехи. Подлинно, не столько тогда открывается мужественная и твердая душа, когда кто-либо без падения пробегает путь, потому что таковое имеет спутником своим благую надежду, возбуждающую, ободряющую, укрепляющую и делающую его ревностнейшим, сколько тогда, когда кто-либо после бесчисленных венцов, многих трофеев и побед, претерпевая крайний урон, опять может ступить на прежние пути. Для большей ясности я постараюсь предложить вам другой пример, не менее важный в сравнении с первым. Вообрази, что какой-нибудь мореплаватель, бывший на бесчисленных морях, проплывший всем все море, после многих бурь, подводных камней и волн, имея много товара, стал бы утопать при самом входе в пристань и едва с ногим телом избег бы этого опасного кораблекрушения, в каком он будет расположении к морю, к плаванию и к морским опасностям. Не обладая особенно сильным характером, захочет ли он когда-нибудь посмотреть на берег, на корабль, на пристань? Не думаю. Он скроется, будет лежать, не различая дня от ночи и от всего отказываясь. Предпочтет лучше жить милостынею, чем приняться за прежние труды. Не таков был блаженный Давид. Но после бесчисленных трудов и подвигов, претерпев ужасное кораблекрушение, не скрылся, а извлек корабль и распустив паруса и взявшись за кормила, принялся за прежние труды и опять собрал богатство больше прежнего. Если стоять и после падения не лечь навсегда достойно удивления, то каких венцов достоин тот, кто тотчас же встает и совершает великие дела? Много было для Давида побуждений к отчаянию и, во-первых, великость греха. Во-вторых, то, что он потерпел это крушение не в начале жизни, когда больше надежд, а под конец. Ведь и купец, претерпевший кораблекрушение, тотчас же по выходе из пристани не одинаково скорбит с тем, который после бесчисленных куплей попал на подводный камень. В-третьих, то, что он претерпел это уже после того, как собрал великое богатство. В самом деле, немало у него было тогда сокровищ. Были, например, сокровища, которые приобрел он в первом возрасте, когда был пастухом в сражении с Голиафом, когда поставил блистательный трофей в мудром обращении с Саулом. Поистине, Давид показывал евангельское великодушие, когда тысячекратно, имея в руках врага, всегда щадил его и лучше решил лишиться отечества, свободы и самой жизни, нежели умертвить того, который несправедливо строил ему козни. Немало также он имел добродетелей после принятия царства. Кроме всего сказанного и худое мнение народа, а равные лишения столь бестательной славы производили немалое смущение. Не столько украшала его парфира, сколько покрывала стыдом пятно греха. Вы, конечно, знаете, как тяжко бывает тому, чьи грехи разглашаются, и какое великое мужество требуется от такого человека, чтобы после всеобщего обвинения и после того, как много находятся свидетелей его преступлений, не упасть духом. Но тот доблестный муж, извлекший из души своей все эти стрелы, столько после того просиял, так омыл пятно, так очистился, что и по смерти заглаждал грехи своих потомков. И что сказал Бог об Аврааме, тоже говорит и о Давиде, и о нем даже гораздо более. О патриархе он говорит, я вспомнил завет с Авраамом, исход 2.24, и говоря же о Давиде, не о завете, говорит о чем, ради Давида раба моего защищу город сей, 4.19.4, и по благоволению к нему не попустил лишиться царству Соломона, столь тяжко согрешившему, и до того велика была слава Давида, что Петр, после столь многих лет произнося к иудеям речь, так говорит, да вот будет позволено сказать зерновением к вам о правоце Давиде, что он умер и погребен. И Христос беседой с иудеями показывает, что он после греха удостоился такой благодати духа, что и опять сподобился пророчествовать о его божестве, заграждая его пророчеством уста их, он говорил, как Давид духом святым называет его Господом, говоря, и сказал Господь Господу моему сидя десну и меня. И что совершилось над Моисеем, то и над Давидом. Подобно тому, как Бог против воли Моисея, по великой своей любви к этому праведнику, наказал Мариан за беду брата, так скоро отомстил за Давида, оскорбленного сыном, хотя Давид того и не желал. И этого достаточно. Чтобы доказать добродетель этого мужа, и это даже более, чем что-либо другое может служить доказательством ее. Когда Бог утверждает, тогда не нужно более исследовать. Если же хотите подробно знать мудрость Давида, то, прочитав историю его после греха, можете увидеть его упование на Бога, любовь, возрастание в добродетели и тщание до последнего издыхания. Итак, имея такие примеры, будем бодрствовать и остерегаться от падения. Если же и случится нам пасть, то не будем лежать. Я не для того упомянула преступления Давида, чтобы повергнуть вас в беспечность, но для того, чтобы больше произвести опасения. Если даже этот праведник, несколько вознеродевший подвергся таким страданиям и получил такие раны, то чего не потерпим мы каждодневно предающейся беспечности. Итак, познавший его падение, не предавайся неродению, но представь, сколько совершил он и после него, сколько пролил слез, сколь великое и являл раскаяние, день и ночь испуская источники слез, омывая ими постель и сверх того облекаясь во вретище. Если же для него потребно было такое поведение, то как можем спастись мы, несмотря на множество преступлений, не имеющие сокрушения? Кто еще имеет великие добродетели, тот удобно может покрыть ими грехи. Не имеющий добродетелей, откуда бы ни был поражен стрелою, получается смертельный удар. Итак, чтобы этого не случилось, вооружим себя добрыми делами, и если учиним какое-либо преступление, будем очищать себя, чтобы проведши настоящую жизнь во славу Божию, удостоите нам наслаждения будущей жизнью, которую все мы досподобимся получить благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Продолжение следует...